Кумбар 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 К полудню Имрахиль со своей армией выступил к стенам города, ознаменовав штурм Великого Умбара. Но минорцы падут, и их прихвостни Харат уже никогда не обретут прежней мощи. Десятки осадных башен, в коих ждут своего часа мастера меча, и тысячи пехотинцев уже устремляются к стенам. Умбар не был готов к битве, да и сама атака была неожиданностью. Владыка Умбара бросил чуть ли не все свои резервы на защиту стен, оставив избранных воинов подле себя у крепости в центре города. Когда осадные орудия достигли стен, началась бойня. Умбар не может, он не может. Умбар не может отменить страницу, но помощь от от Warcraft. Крым десантлива. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ираты и племенные войны Харада стали первым препятствием на пути бойцов до Ламрата. Подли стен ожидали мечники Умбара и секерники Кханда. Ворота же защищали тяжелые копейщики Харада. Тем временем грузовые суда высадили вторую часть армии и завязалась битва уже в окрестностях порта Умбара. Враг не был готов к нападению с двух сторон. И Мрахиль все четко продумал и уже знал, как одействовать в так-таковом штурме. Пехота Умбара яростно сражалась. Но ветераны Даламрата, что долгие годы готовились к этому нападению, не оставили защитникам и шанса. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok На волоски держалась мораль пиратов и людей с востока. На помощь тем ринулись орки из Мордора численностью в 10 тысяч, что в тени грозовых туч маршировали в Харондор. Орки дали возможность умбарцам перегруппироваться, что сильно сказалось на продвижение воинов дол Амрата по оба фронта. Имрахиль отдал приказ дать залп из трибушетов по стенам, создав пролом в тылу, где велся бой. Рыцари Дуламрата быстро заполонили брешь из стены, завязав бой с неприятелем в тылу, тем самым отрезав защитников от подкрепления. На три фронта сражались обороняющиеся. Рыцари Дуламрата Со временем хватка защитников ослабл и войны Дуламрата стали одерживать верх над неприятелем. Под снарядами трибушетов и градом стрел лучников Пелагира удалось отбросить защитников от стен Умбара к улицам города. Это позволило резервам Дуламрата спокойно, без боя, проникнуть в город для поддержки уже сражающихся воинов. Порт Умбара пал. Моряки из Дуламрата вырезали пиратов и орков. Стены города захвачены. Люди с востока бегут к цитадели. Бой, что ранее завязали рыцаря Дуламрата, подходит к концу. Гарнизон Умбара отступает. Не без потерь. Войны Дуламрата взяли под контроль важные позиции в городе для последующей атаки. Имрахиль потерял около 7 тысяч воинов. Гарнизон Умбара утратил не более 15 тысяч. Имрахиль, не дав армии Дуламрата возможности перевести дух, направил всех к цитадели в центре города, пока защитники не переукомплектовались. Однако уже было поздно. Лидер Умбара вцепился за площадь, что вела к вратам цитадели. Гвардейцы и ветераны Харада заняли пароходы к площади и уже ожидали армию Имрахиля. Рыцари Дуламрата первые, кто достигли площади, но их встретили копья Харада. Следом вступили в бой мастера меча Дуламрата и пешие рыцари Имрахиля с прочими резервами. Имрахиль надеялся завести лучников с фланга прямиком в тыл защитникам. Однако этот маневр был замечен и сам лидер Умбара, усевшись на лошадь, верхом поведя за собой всадников, бросился на марширующих лучников Дуламрата. Маневр global Рыцарма ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда проходы были прорваны и армия Дуламарта запланила площадь, гвардия Умбара численностью в 5000 наконец-то стопила в бой, устроив мясорубку из Мастеров Меча и прочих подразделений Дуламарта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Войны Имрагиря доблестно противостояли натиску и даже продолжили усиливать напор, но все в один момент поменялось. Мумакилы, вышедшие из садов в Цитадере, что тайны были скрыты от взора Имрагиля, вступили в бой, продавив абсолютно все построения Дуламарта. Дал возможность гвардии Умбара нарезать еще пару тысяч воинов Имрагиля. Эти воины запомнятся надолго ветеранам Дуламарта и Пелагира. Тем временем, лидер Умбара, что заражался с лучниками на одной из улиц на площади, получил сильное ранение, а спустя какое-то время и вовсе был добит. Лучники Пелагира, наконец, заняли площадь в тылу Мумакилов и подвергли их ливню пламенных стрел. Слоны и Умбарцы еще стояли из последних сил, защищая проход к Твердыне. Однако, все дорога была прорвана, и войны Дуламарта проникли в Цитадель, вследствие чего захватили ее, а Кобой все еще продолжался на площади. Когда, наконец, над Цитаделью воспарил флаг Имрагиля, в битве пришел конец. Загнанные в угол Умбарцы сложили оружие и сдались в плен. Дуламрат лишился в этой схватке половины своей армии. Из гарнизона выжило лишь 500 гвардийцев. Умбар, наконец, захвачен. Уважаемые зрители, не забывайте ставить лайк и поддерживать ролик комментариями, делиться им в социальных сетях и быть в целом активным. На канале сейчас не все так хорошо, как хотелось бы, и я верю в вашу поддержку. Все для вас, и вы лучшие. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok